Чай из ковша экскаватора уверенно подает студент политехнического центра номер 5 Владислав Ноздрачев. Азы профессии машиниста на открытых горных работах начал постигать три года назад. Теперь в управлении тяжелой техникой он настоящий виртуоз. Достигли это не за один день. Тренировались, тренировались. Спасибо нашему преподавателю Сергею Владимировичу. Он нас этому научил, показал, как это делается. И вот, натренировались до такого вот мастерства. Мастер производственного обучения Сергей Акиншин не только педагог с большим опытом работы, но и отличный производственник. Я сам отработал много лет на экскаваторе. И теперь мне легче учить пацанов, потому что я сам это умею. Да, это так. И ребята у меня попадаются тоже очень толковые, ответственные, терпеливые. Еще один его ученик Игорь Кораблев сегодня тоже показывает класс, но уже на бульдозере. О профессии машиниста тяжелой техники парень мечтал с самого детства. У меня семья практически с этим связана. У меня дед бульдозерист, дядя бульдозерист. Отец у меня камазист, но он тоже в этой сфере. Я был маленький, мне дал попробовать мой дед еще в лет 9. Ну, у него на коленках, конечно. По-другому меня не пустил. Ну, я буквально чуть минут 5 попробовал, мне понравилось. Сегодня на полигоне студент третьего курса может заставить своего железного коня выполнить любые задания, вплоть до самых необычных, например, поиграть в футбол. Впрочем, упражнения с мячом и чайником – это не просто шоу. На самом деле ребята отрабатывают навыки, которые реально пригодятся на открытом горном разрезе. Прямой пример этому, когда скрывают пласт и уже его собирают. То есть пласт угля идет, его надо очистить. Вот тонкий пласт идет, и там вот рядом глина. Вот надо очистить его так, чтобы не зацепить глину, чтобы не попортить уголь, чтобы он был первого сорта. Ребята получают сразу две квалификации – машинист бульдозера, машинист экскаватора. Это очень удобно на предприятии, когда выпускник владеет ни одной квалификацией. Поэтому мы ежегодно набираем группу и стараемся ребят подготовить. Вот вы видели, да, как виртуозно они владеют техникой. Ну и показательная составляющая играет не последнюю роль. Каждый мастер не прочь получить высокую оценку не только работодателей, но и просто зрителей. Недаром на профессиональных конкурсах стали популярными такие шоу, как танцующие экскаваторы. Танцующие экскаваторы – это, наверное, все-таки уже опытные машинисты делают. Для ребят это еще опасно. Есть и танцующий бульдозер можно. То есть, ну, со временем сделаем. Субтитры подогнал «Симон»! Машина-робот, созданная студентами Сахалинского промышленно-экономического техникума, самостоятельно выбирает путь и выполняет разные операции. За ее передвижениями внимательно наблюдают гости. Будущим студентам с ограничениями по здоровью рассказывают о профессиях. В техникуме ребята с ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по любой специальности, которая представлена. Но если ребенок обучался на домашнем обучении в школе, то мы представляем, можем предложить ему две специальности. Это специальность экономика и бухгалтерский учет и специальность документационное обеспечение управления и архивоведения. На эти специальности в техникуме можно обучиться дистанционно. Маломобильных студентов учат онлайн. Для этого есть все необходимое оборудование. Но среди них все больше желающих учиться очно, как обычные студенты. Для этого корпуса сносили пандусами и специальными панелями. Для колясок расширили дверные проемы. Среднюю школу Алена Михалятенко закончила в удаленном доступе, а в техникум решилась пойти на очную форму. Дистанционно мы там, получается, ни с кем не общаемся, постоянно дома сидим, ждем учителей, пока они выйдут с нами на связь. Здесь пришел, отучился и можно идти заниматься в театральной студии, петь. Ее подруга Анастасия Булыгина учится по смешанной системе. Часть занятий посещает техниками, некоторые предметы проходит онлайн. Но все больше и больше времени проводит в учебном заведении. Сначала, когда я начала уже сюда ходить, у меня в неделю уже стеснялась, зависит от детства знакомства. Но потом со временем я уже начала вливаться в коллектив. У меня появились знакомые, друзья, также там личная жизнь налаживалась уже. И вот эти вот всякие конкурсы у меня соединили с какими-то людьми, тоже помогали. Настоящим прорывом для особенных студентов стал Абилимпикс – профессиональный конкурс для людей с ограниченными возможностями здоровья. Региональный этап впервые состоялся на Сахалине в прошлом году. По итогам сборная области выехала в столицу. Они общались между собой на площадках, они контактировались с другими детьми, со всей России были. Вот на нашей площадке было 9 человек от Москвы и до самых окраин. Сегодня девушки готовы поделиться впечатлениями с теми, кто только делает выбор. Приемная семья ОМ пришла сюда в полном составе. Сын имеет особенности развития, сестра готова поддержать его и пойти учиться вместе с ним. По-моему, они еще пока не могут понять, если честно. У них еще нет такого выбора, кем они хотят стать. Поэтому мы сюда и сегодня подъехали. Техникум предлагает целый спектр направлений. Компьютерные технологии, электромонтаж, делопроизводство, экономика и бухгалтерский учет. А при ограничениях здоровья здесь подойдут индивидуально и сделают все, чтобы возможности стали равными. Вчерашний девятиклассник Аркадий Шелих сегодня без пяти минут мастер. Уверенно кладет раствор, равняет стены. Обрести профессию жителю Паранайска помог случай. У меня здесь знакомая работала, учительница. Она сказала, позвала сюда. И вот я поступил. Профессия облицовщик-плиточник появилась лишь в этом учебном году. Ее открыли по запросам регионального рынка труда. И не прогадали. В специальность вошла федеральный список ТОП-50, составленный Минобором России специально для учреждений профессионального образования. 50 самых нужных профессий выбрали на основе социальных и экономических исследований. Да и невооруженным наукой взглядом видно. Мастерство плиточников становится востребованием день ото дня. Сейчас новые стройки идут, дома строят, там ведутся облицовочные работы. Какое-то красиво смотрится, эстетично. Практично, эстетично, красиво. Если человек обучился этому ремеслу, он может свое дело открыть и потом в дальнейшем заниматься этим делом. Работать на себя. Владимир Рязанов о профессии строителя мечтал давно. Начать решил с самых азов. Научился класть плитку, не разочарован. Теперь думаю, что дома могу ремонты делать и где-то подработка. А в перспективе что ты видишь? Может быть дальше пойдешь учиться или будешь работать? Я дальше улетаю учиться, тоже по профессии строителя. И думаю, между делом где-то подрабатывать. Такие же планы и у его однокурсника Николая Алексеенко. Житель Ноглик считает, умение класть плитку пригодится всегда. Профессия сама хорошая, нравится, не скучная, много работаешь, делаешься и сама востребованная. Они уже востребованы даже в своем учебном заведении. В соседнем помещении готовят новые мастерские. Здесь будут учиться технологи рыбообработки. Комнаты стали учебным фронтом и для плиточников. Стены все заштукатурены, выровнены по маякам, чему их обучал мастер-профессионного обучения. А затем полностью к первому сентябрю мы должны подготовить под кафель пол, стены и потолок, выравнивание потолка. То же самое во втором помещении. Политехнический центр на месте не стоит, а продолжает искать новые направления, более модные и современные. Ищет и находит. Мы набираем новую группу по профессии, мастер отделочных, строительных и декоративных работ. Вот первая квалификация остается облицовщик-плиточник, которая подходит в профессию топ-50, профессии, которые востребованы в России. И вторая квалификация – это монтажный каркасно-обшивных конструкций. Мастера декоративных работ будут не просто класть плитку, а еще и украшать ее мозаикой. Монтажники конструкции владеют секретами фасадных работ. Для новых профессий здесь переоснатят мастерские и обучат преподавателей. Уже совсем скоро группа мастеров отправится на повышение квалификации в столицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова